Рад приветствовать вас в новом видеоуроке. Меня зовут Александр Владимиров, это школа Logic Pro Help. Сейчас мы с вами разберем, как избавиться от щелчков в звуке, как они вообще могут возникать, как с ними бороться и так далее. Давайте прослушаем вот такой вот пример. У нас есть такой бас. И очевидно, что там есть какие-то странные шлепки, непонятные. Из-за чего они у нас возникают? Значит, здесь этот такой очень простой бас пример был сделан на синтезаторе Elchemy. Здесь обычная синусоида. На синусоиде, кстати, гораздо лучше слышны все шлепки. И здесь у меня специально настроена DSR так, что она дает щелчки. И что именно дают эти самые щелчки? Дают, во-первых, нулевая атака и нулевой релиз. То есть в любом синтезаторе, практически в любом, есть ADSR, либо Envelope, как еще называется. И если там стоит нулевая атака или нулевой релиз, то звук у нас как раз-таки будет шлепать. Почему это происходит? За что вообще отвечает атака и релиз, если вы вдруг не знаете? Атака — это время, через которое звук начнет, в принципе, звучать. То есть вы нажимаете клавишу на своей, допустим, MIDI-клавиатуре, и у вас сразу же звук начинает звучать. Это у нас атака. Если мы сделаем ее чуть больше, то звук будет постепенно так, то есть он всплывает, как бы. Это достаточно наглядно видно. Релиз — это обратная история. Когда у нас заканчивается нота, когда нота заканчивается, вот нету ноты, все. Она, значит, либо, вот это за счет релиза нота и звук, либо просто вообще сразу же исчезает, если у нас нулевая, допустим, нулевой релиз. Если же у нас релиз больше, то когда я отпускаю клавишу, еще есть некое послезвучие. И вот как раз-таки настройки атаки и релиза, они определяют, будет у нас щелчок или нет. И чтобы его не было, нужно сделать хотя бы небольшую атаку и небольшой релиз. Даже если он вам не нужен, то все равно сделайте их, вот эти параметры, хотя бы не нулевыми. Элхимия, вообще в Элхимии все это, в принципе, более-менее хорошо предусмотрели. Но во многих других синтезаторах, таких как Serum, например, Silent и некоторых других, там очень часто вот эти щелчки, они возникают, потому что вот эти вот параметры атаки и релиза там нулевые. И они дают вот этот щелчок. Опять же, это более заметно на синусоиде, на остальных формах волны. Это не так заметно, но в целом эти щелчки все равно есть. Исходя из этого, мы можем сформулировать первое и, пожалуй, единственное и самое главное правило относительно того, как избегать щелчков. Нужно избегать любых срезов звука под 90 градусов, то есть под прямым углом. Даже чисто визуально у вас все должно быть гладенько. Это очень важно. То есть если у вас где-то звук щелкает, то мы заходим в Envelope и это все дело там подправляем. Также обратите внимание, что есть иногда первый Envelope, а где-то может быть и второй Envelope в каких-то, например, там пресетах. То есть вот, например, NeoDSR. И этот ADSR, он может быть воздействован, может воздействовать, например, на фильтр. И если там стоит все, вот как я показывал, то вот этот щелчок, он может образовываться через фильтр и так далее. Поэтому проверьте, чтобы у вас каждая ADSR, их, повторюсь, может быть несколько внутри синтезатора, внутри пресета, они все вот этим правилом удовлетворяли. Надеюсь, с этим разобрались. Теперь следующий пример. Что еще может быть? Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Может быть такой случай, что вы решили обрезать какой-то, например, сэмпл. Ну, допустим, вот такой вот сэмпл. Вот вы решили его обрезать. Ну, ладно, хорошо, мы не так часто сталкиваемся с подобным в синтезаторах, но обрезают звук достаточно часто. И сейчас мы тоже слышим в конце шлепок. Что тут такого страшного? Мы просто взяли и обрезали звук. Вот он таким был, а стал таким. Но, опять же, срез под 90 градусов. Все очень резко обрывается, из-за чего происходит щелчок. Как это исправить в данном случае? Мы нажимаем кнопку «Т» английскую и «Е» русскую. И здесь выбираем «Fade Tool». «Fade Tool» при наведении вот сюда вот позволяет нам сделать вот этот же плавный такой вот спад громкости. Это очень похоже на то, что мы с вами раньше видели. Прекрасно! Сейчас никакого шлепка нету. Вот эти фейды – это вообще очень важная штука. Это такое прям золотое правило. Всегда, когда вы режете какой-то аудиофайл, фрагмент, сэмпл, проверяйте, чтобы не было щелчка. А в идеале лучше вообще сразу делайте небольшой фейд, чтобы как бы все было окей. Где еще это все может пригодиться и где это еще может все образовываться? Например, у вас есть какой-то, ну не знаю, кик, который или вообще сэмпл, который вы загрузили, допустим, в сэмплер. Например, Q-сэмплер. Ну, нормальная бочка, что такого? Но если мы, допустим, захотим эту бочку как-то укоротить, например, то мы тоже слышим неприятный шлепок. Зачем он нам? Мы берем и здесь делаем вот такой вот фейд. Это как раз-таки фейд-аут лэнф. Видите, вот он. Здесь как раз у нас настраивается. Щелчок исчез. Замечательно. И, наконец, где еще у нас могут быть вообще в принципе какие-то шлепки? Они могут быть при настройке сайд-чейна. Возможно, вы с этим сталкивались. Например, у нас есть вот такой вот бас. Очень похож на тот, что у нас был раньше. Это та же самая синусоида из алхими. Здесь мы настроим нормально атаку и релиз. То есть вроде здесь не должно щелкать. Но мы все равно слышим какой-то шлепок. Здесь я сделал настройку сайд-чейна от кика, от бочки. То есть в момент удара бочки у нас звук баса становится тише. То есть срабатывает в этот момент компрессор и звук удавливает по громкости. И мы слышим, если в соло, легкий шлепок. Из-за чего это возникает? Из-за того, что атака здесь, да, тоже нулевая. Если мы сделаем атаку немного больше, прям хотя бы там несколько миллисекунд. Никакого щелчка нет. Может показаться, что это все не так важно. Это не так страшно. Ну что, ну щелкает, ну подумаешь, ничего страшного. На самом деле, да, в большинстве случаев этот щелчок не будет заметен в общем миксе. Но знаете, где-то вот раз-раз, а вот этот вот шлепок, и он вылезет. И он будет прям заметен. Поэтому лучше все это сразу убирать, чтобы этого не было. Решается это очень легко и просто. Поэтому вот такой вот лайфхак, как вы можете избежать щелчков, ну практически в любых ситуациях. И сейчас вы знаете, как делать свои миксы гладкими, плавными и ровными. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok